Виктор со своей семьёй в жаркую погоду выбрался на отдых. Место выбрали хорошее. Левый берег Бии с запонтонным мостом. Подальше от основной массы отдыхающих. Но о том, что именно здесь придётся встретиться с инспектором госконтроля и охраной водных биоресурсов, мужчина даже не предполагал. Оказалось, что семья расположилась в водоохранной зоне. Вы умудрились в русло заехать. Не в русло, это будем так говорить, берег условно, да? Условно берег он сейчас. То есть вы заехали прямо в территорию речки, будем так, реки Бия. По закону берега, рек и озёр охраняются государством. Проезжать мимо водоёмов на автомобиле, а уж тем более останавливаться, категорически запрещено. Отдых наносит вред не только природе, но и семейному бюджету. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если в водоохранной зоне вы оставили свой автомобиль ближе, чем 200 метров от воды, то готовьтесь понести наказание. Незнание закона не освобождает от ответственности. Так вот юристы говорят. Статья 65-я водного кодекса Российской Федерации. То есть реки Бия, Катунь и Опь. Они реки высшей категории. Водоохранная зона составляет 200 метров. 200 метров от уреза воды. Проверки по соблюдению водного кодекса в Бийске проводят регулярно. Ежедневно сотрудники надзорного ведомства составляют административные протоколы. Сюда больше не буду ездить или на озеро, где есть места поставить машину. За пару часов работы инспекции на левом берегу реки не осталось ни одного автомобиля. Их отогнали за пределы водоохранной зоны. А вот так называемым пешеходам отдохнуть можно. Хотя тоже с условием. Унести за собой мусор. Евгений Плохотин, Алексей Мельков. Новости ОТН.